Всем привет! Давайте разберемся, как сделать вот такого змея. С мультфильма Ранга, конечно, он сделан кончелыжно, но сделан на скорую руку, это так, часика за полтора его набросал. Короче, патроны это дерьмо, единственное, что здесь нормально, это голова, возможно, ну и шляпа. С пистолетом потом разберемся, короче, давайте разбираться подробно. От начала до конца меня тут критиковали, зачем ты это все сделал, почему он такой уебищный. Ну, в принципе, я говорю, полтора часа, за полтора часа это все нормально. Все, давайте разбираться, как дальше, что и почему. Сперва откроем зе сферу. Давайте ее установим, немножко уменьшим. Уменьшается и работает все это, по прошлым видео, если вы смотрели, конечно, левой кнопкой мыши и, короче, вот этими вот клавишами MOV, SKYLE, ROTACY. И теперь мы переключаемся на MOV, так, передвигаем на драйв, вытягиваем, вот побольше вытягиваем, вот так. И давайте теперь с помощью MOV, вот так вот, оп, вытянем. Левая кнопка мыши, опять же, не забываем. Так, еще побольше сделаем. И теперь на драйв опять, и вот так вот. Давайте побольше сделаем вот таких вот частей, потому что, чем меньше, ну, короче, змеюра получится конченное. Жмем на MOV. Вот так вот все это мы передвигаем. Делаем так, как нам надо. Вот здесь вот так поправляем. Для начала выравниваем. Вот здесь вот будет голова. Немножко еще добавим драйва. И опять на MOV чуть-чуть вот так помягче сделаем. Вот так. Так, теперь что нам нужно? Нужно теперь тело продлевать. Давайте его вот так вот. Вытянем вбок. Опять на драйв. Сбросим на свободном месте. И вот так вот потихоньку подобавляем. Нажмем Ctrl-Z. Наполачили. И вот так вот. И теперь опять на MOV. И потихоньку вся работа заключается в том, что нужно нам вот этой вот модели придать форму. Можно, конечно, еще сделать вот таким образом. Сначала повернуть вот эту всю систему. Если, допустим, нужен вам тут хвост. И потом переключиться на драйв. И потом уже добавлять потихоньку вот этих частей. И потихоньку вот так вот их вытягивать. Вот так. Опять переключаемся. Опять делаем вот такие вот отметины. И вот так вот потихоньку. Вот так здесь можно еще вот так вот передвинуть. Ну вот смотрите, чтобы у змеи вот так вот чуть-чуть помягче все было. Переходы. Когда она изгибается, у нее все вот так как-то мягко, как-то эластично. Так. Вот здесь мы еще вот так подправим. Потом подрегулируем. И опять на драйв. Чуть-чуть, понемножку добавляем переходов. Вот что-то такое получается. Ну вот здесь будет у нас пистолет. И голова, голова вот эта вот, чтобы в центре была, надо ее немножко вот сюда вот так вот вытянуть. Вот так ее поставим. И сейчас посмотрим. Надо ее подогнать, чтобы она вот именно в картинке была вот с этим пистолетом. В принципе, все хорошо получается, если вот так вот посмотреть, чуть-чуть здесь можно потом оттянуть. Вот так вот так вот потихоньку, полегоньку. Работа, конечно, работа, конечно, не быстрая, так что все это мы делаем вот так будем подправлять. Чуть-чуть здесь вот так вот подправим. Где-то что-то, если что-то не так вот с пистолет здесь будет, да, мы его сможем потом обрезать, когда будем устанавливать пистолет, но это в будущем. И давайте посмотрим, чтобы змей вот на этой точке вот здесь вот был побольше. Вот где-то так. И допустим, он если стреляется, ну как, дуэль идет, пистолет должен где-то хотя бы над уровнем головы быть, если вы будете его потом поворачивать, чтобы это все было где-то, ну хотя бы вот, ну допустим, вот в таком ракурсе. Конечно, ракурс далеко от идеального, но давайте, если вот так вот брать, давайте пистолет чуть-чуть подальше вытянем, вот эту вот часть, вот так где-то. Так. И вот эту часть поднимем. Вот так все это выведем. И на драйв теперь поставим. И давайте побольше вот этих вот частей добавим, чтобы помягче все это дело и побольше было. Так, вот так вот все это сделаем. И опять на Move делаем побольше Drive Size. Так. Теперь жмем опять английскую А и давайте еще немножко, но если не понравилось, то не понравилось. Вот где-то вот так мы это все дело установим. Так, давайте еще немножко вот так подправим. Все. Допустим, нам уже вот эта форма нравится. Что мы дальше делаем? Делаем Drive. Нажимаем. И теперь давайте зайдем в Geometry и сделаем так. Сначала сделаем Make Polymesh. Теперь заходим в Geometry и жмем. Сначала Dynamesh делаем. Вот он сейчас прогонит, сделает сетку более-менее нормальной. И потом мы будем уже над ней работать. 465 тысяч с лишним полигонов. И теперь давайте жмем ZRMH. Так, все прогналось. Давайте на сетку посмотрим. Вот такая у нас сетка получилась. 5 тысяч 504 полигона. И жмем Ctrl D. Вот такую заготовку мы для тела нашего персонажа сделали. Теперь что можно сделать? Теперь можно с помощью Moff Topology Draft Size сделать побольше. И потихоньку так вот опять же корректировать наше тело. Если оно будет кривое, оно в последующем будет тоже очень кривое. И нам это дело больше будет не исправить. Вот где-то в таком духе. Давайте уменьшим модель по отношению к нашей площади. Нажмем Size и вот так вот ее немножко уменьшим, чтобы кисть у нас становилась нормально по модели. Все, вот теперь кисть у нас нормальная будет большая. Вот, вы видите размер ее, динамика ее большая будет. И можно потихоньку так вот все это дело корректировать. Так, здесь чуть-чуть прибавим. Тут немножко подожмем. Так, смотрим сверху снизу, как она выглядит. Вот так. Если, допустим, по модели можно вот так вот больше расширить или меньше. Вы смотрите всегда на фасад. Так это будет выглядеть. Но, в принципе, если вот в таком духе, можно здесь чуть-чуть вот подогнуть, а здесь чуть-чуть вот вытянуть. И получается вот эту часть немножко приподнять. В принципе, уже вид становится лучше, динамичней. Вот так вот. Вот где-то в таком духе. Так, вот эту часть еще можно немного изогнуть. И вот где-то вот в таком духе у нас получается уже заготовка. Дальнее вот это вот ломанное, потому что у нас тут мало поставлено точек. Но это мы все исправим. Все. Модель готова. Заготовка. Вот эту часть можно еще вот так вот ниже чуть-чуть опустить. А та часть пусть типа на изгибе идет. Что теперь можно сделать? Можно сделать деформацию и можно сделать инфлат. Вот этот. Он прибавляет толщину модели, вы видите, насколько вот можно сделать вот до такой толщины. Но нам такую толщину не надо. Мы ее просто немножко сделаем потолще. Где-то вот на таком уровне. И вот так вот немножко выровним вот эту часть. Теперь она будет, вы видите, что она мягче идет. Вот так где-то мы ее поставим. И место для оружия, вот этот хвост, немножко вот так вот сделаем помягче. Вот. Когда мы это все сделали, ну, что можно теперь сделать? Что приходит на ум, это релаксация. Давайте релакс сделаем. И давайте вот этот полюш. Вот такая заготовка у нас получилась. В следующем видео сделаем голову, добавим пистолет и поработаем с шляпой. А потом уже пойдем со шкурой и с патронами работать. Все, всем пока, до свидания.